Это прозвучит вразрез со всеми популярными учениями. Вам говорят, прежде чем полюбить кого-то, вы должны полюбить себя. Каким бы ни был ваш эмоциональный процесс, это лишь местечковые сплетни. Наслаждайтесь ими, если они приятны. Но не верьте им. Вы немного влюбляетесь в себя и постепенно двигаетесь к шизофрении. Садгуру, Я много раз испытывал запредельный опыт, но я все еще вязну во множестве мелких, незначительных проблем. Как мне преодолеть это и всегда сохранять баланс? Итак, вы испытали запредельный опыт. Однако незначительные вещи все еще запутывают вас. Так что... Если вы испытали лишь на мгновение, всего лишь на мгновение, что для вас существует что-то за пределами ваших мыслей и эмоций, если для вас этот опыт стал реальностью хотя бы на мгновение, тогда вы должны вложить в него всю свою жизнь. Да, я пытаюсь, но мелочи мне отвлекают. Значит, вы немного влюбляетесь в себя. Вот почему, несмотря на то, что вкус запредельного все еще ощущается на вашем языке, вы все еще можете запутаться, потому что вы понемногу раздуваете свою личность. Вы слегка влюблены в себя. Это плохо? Ничего плохого в этом нет. Просто это называется безумием. Потому что любовь предполагает усилия. Любовь — это стремление сделать что-то частью себя. Любовь — это процесс. Любовь — это возможность. С ее помощью вы можете стать больше, чем вы есть. Вы можете стать больше через принятие. Но если вы погрязли в любви к самому себе, это прозвучит вразрез со всеми популярными учениями. Вам говорят, прежде чем полюбить кого-то, вы должны полюбить себя. Если вы не можете любить себя, как вы можете любить кого-то другого? Когда вы утверждаете «Я хочу полюбить себя», вы двигаетесь к шизофрении. Ведь теперь вы создаете два в одном. Если вы хотите быть уверены, что никогда не сойдете с ума, первый и самый важный шаг, который нужно сделать — это избавиться от всех разделений. Вы должны осознать, что вот это — индивид. Индивид означает, что он не может быть разделен далее. Он неделим. Вы не можете его разделить. Это одна сущность. Вы не можете сделать из нее две. Если вы сделали из нее две — «Я люблю себя», значит, вы движетесь к безумию. Первый шаг сделан. Если ситуации в жизни поспособствуют, вы быстро к этому придете. И если нет, то, возможно, у вас получится существовать в пределах социально допустимого уровня безумия. Причина, по которой вы все еще можете запутаться, несмотря на то, что ощутили вкус божественного, заключается в любви к себе. Однозначно. Это первый шаг к безумию. Получить левое место в психиатрической больнице или только в ашраме зависит от многих факторов. Но как-то раз один мужчина решил поступить в колледж. Он зашел в большое здание, ему дали бланки регистрации, он заполнил их, подписал. Когда он подошел к официальному представителю, чтобы подать документы, ему сказали, «Но это не колледж, это психиатрическая больница». Мужчина ответил, «Но я хотел поступить в колледж». Чиновник повторил, «Нет, это психиатрическая больница». Тогда мужчина подумал, «Я уже заполнил документы». Так что, какая разница? Останусь здесь. Отличий почти нет. Останусь в психиатрической больнице. Чиновник согласился. Да, разницы почти нет. Однако, одно отличие все же есть. Какое? Здесь, если вы не покажете результатов, мы вас не выпустим. Ашрам — это всего лишь слово на санскрите. На английском языке это слово звучало бы слишком оскорбительно. Поэтому — ашрам. Потому что, ощущая вкус божественного, вы пытаетесь влюбиться. Или обладаете достаточной глупостью влюбиться во что-то столь ограниченное, что вы называете собой. Это верный признак безумия. Это определенно признак безумия. Если бы вы ни разу не попробовали божественное и знали лишь это, тогда все в порядке. Ведь вы не знаете ничего лучше. Но когда еще сохраняется вкус божественного, а вас по-прежнему запутывают такие ограничения, как ваша личность, это определенно признак безумия. В этом нет никаких сомнений. Если вы в таком состоянии безумия, вы обречены. Даже астролог попросит с вас лишь полцены. Потому что, когда ваша судьба обречена, вам нечего предсказывать. Все просто. Да. Это очень просто. Но не впадайте в депрессию. Кем лучше быть на духовном пути? Оптимистом или пессимистом? Однажды оптимист, пессимист и реалист завтракали за одним столом. На столе стоял закрытый кувшин. Молочник. Оптимист посмотрел на него и сказал, «Пожалуйста, передайте мне сливки». Пессимист посмотрел на него и сказал, «Пожалуйста, передайте мне молоко». Реалист сказал, «Пожалуйста, передайте мне кувшин». Итак, если вы оптимист, вы будете пребывать в заблуждении. Если вы пессимист, вы будете пребывать в заблуждении. Так что, если вы опуститесь на дно, я приподниму вас. Если вы почувствуете себя на высоте, я опущу вас. Потому что я хочу, чтобы вы были реалистами. Развиваются лишь те, кто находится в контакте с реальностью. Что-то других. У оптимистов будут галлюцинации, у пессимистов депрессия. Ни те, ни другие ни к чему не придут. Нужно быть реалистом. Тогда вы готовы видеть все таким, как оно есть. Вы ничего не расхваливаете и не впадаете в депрессию. Вы видите все таким, как оно есть. Это чрезвычайно важно. Итак, если я увижу, что вы слишком взлетели, я оболью вас холодной водой. Если вы низко упали, я разожгу вас. Не думайте, что я играю с вами. Я лишь пытаюсь вернуть вас к реальности. Если вы пойдете в одну сторону, вы собьетесь с пути. Если пойдете в другую сторону, вы также собьетесь с пути. Вы должны пребывать в реальности. Лишь в реальности у вас будет рост. Рост возможен только в реальности. Лишь существующая в реальности может выйти за пределы. Ваша психология, чем бы она ни занималась, не может выйти за пределы. Выход за пределы на психологическом уровне — обман. Невозможен выход за пределы в психологической сфере вашей жизни. Выход за пределы должен быть экзистенциальным, потому что неотъемлемый процесс жизни укоренен в экзистенциальном. То, что происходит в вашем уме, ваши мысли и эмоции, относится к психологии. Все это лишь небольшое следствие жизни. Это не сама жизнь. Возможно, сейчас вы полностью вовлечены во все это. Ваши мысли и эмоции все еще могут полностью увлекать вас. Однако, они являются лишь небольшим следствием жизни. Это не сама жизнь. Вы можете думать, что хотите. Но даже если вы крепко спите, вы все еще являетесь жизнью. Вообще-то, вы являетесь большей жизнью, когда ваша психология неактивна. Если вы испытали несколько мгновений, то, что вы называете запредельным, в эти несколько мгновений, вы были свободны от психологического процесса. В эти мгновения, когда вы были свободны от психологии, вы находитесь в состоянии наибольшего присутствия, чем когда-либо. За годы жизни, те несколько мгновений, когда вы были свободны от психологического процесса, были самыми значимыми моментами присутствия в вашей жизни. Так что, вы должны вложить в это всю вашу жизнь, в этот вкус, который вы почувствовали. Не в то, что говорят ваши мысли и эмоции. Ваши мысли и эмоции могут говорить вам что угодно. Сегодня они говорят одно, завтра утром они поменяют свое мнение. Они словно местные сплетни. Постоянно меняются. Темы, которые люди обсуждают сегодня, продолжают сменяться новыми темами обсуждений завтра. То же происходит и в вашем уме. Каким бы ни был ваш мыслительный процесс, каким бы ни был ваш эмоциональный процесс, это лишь местные сплетни, которые направлены исключительно на вас. Наслаждайтесь ими, если они приятны. Но не верьте им. Если вам нравятся сплетни, наслаждайтесь ими. Сплетни — это развлечение. Но не стоит начинать духовный процесс со сплетен. Не начинайте то, что для вас действительно важно, сплетничая. Если вы ощутите вкус божественного, вы осознаете, что развлечение ничего не значит. Внезапно развлечения для вас уже ничего не будут значить, потому что они выглядят слишком неинтересно и нелепо для того, кто вкусил что-то настоящее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова